На первый взгляд может показаться, что 130 лет не такой уж, может быть, круглый юбилей. Тем не менее, это очень важная дата, и это повод вспомнить вновь о такой ярчайшей фигуре, как Сергей Прокофьев. Вот, казалось бы, самоочевидное явление Прокофьев, классик советской музыки, совершенно бесспорное явление. Но вот так, как начинаешь вдумываться, то понимаешь, насколько разным было отношение к нему, разное понимание и, соответственно, разные оценки. Ну, во-первых, как мы все знаем, такой один из футуристов, авангардист, что называется, на ты разговаривающий с классикой и так далее, такой представитель футбольного поколения со всеми вытекающими отсюда последствиями, это с одной стороны. С другой стороны, вот сейчас уже такие оценки появляются, как Моцарт, современный Моцарт, Моцарт XX века. Вот это как-то совмещается одно с другим. Стиль Прокофьева, может быть, ну, не так, может быть, понятийно и теоретически проговорен самим автором, как, например, тот же стиль Стравинского, который об этом много рассуждал и говорил, и поэтому музыковедам легче. Но вот тут нам предстоит трудная задача, трудная задача действительно оценить всю ценность, всю полноту творчества этого Моцарта XX века, русского Моцарта XX века, что необходимо подчеркнуть. Если представлять себе Прокофьева и его в целом творчество, вот такой, как бы, таким единым фронтом, да, то что прежде всего остается в ощущениях, да, это лучезарность, это светлое такое, это солнечное, динамичное, энергетичное, так сказать, такое творчество в разных оттенках, но, тем не менее, общий знаменатель, он именно таков. При этом это очень трагическая судьба. Трагическая судьба и трагический финал, потому что вот начав с такой высокой ноты, звонкой такой, да, вон деркинд, такие успехи, такое новаторство, яркое такое вступление в XX век, совершенно с новым тематизмом, с новой темой, так громогласно о себе заявив, так это, в общем, достаточно долго проявлялось, и такой кошмарный, и ужасный, так сказать, финал, и личностный прежде всего, и прежде всего, конечно, личностный. И вот он так, как и другие, попал в жернова вот этого сталинской эпохи, и, в общем, от нее и погиб, потому что, ну, что это за возраст, да, он ушел, в общем, достаточно ладым в таком активном состоянии творческих сил, обычно это бывает, период, да, творческого, в общем, даже, можно сказать, зрелости, взлета. Но после вот этого трагического финала опять начались, можно сказать, вот такая звонкая рецепция его творческих достижений, потому что то, что последовало после его ухода, до сегодняшнего дня продолжается, это исполнение его произведений везде, и театральных, и фортепианных, и симфонических, это такой же бум, как, я не знаю, Рахманиевский бум считается, что Ирчайковский, Рахманиев, но и Прокофьев исполняется больше, так сказать, чем кто-либо иной вообще во всем мире. То есть последующая рецепция его творческого, так сказать, такого импульса, она, ну, непреодолима, она огромнейшая. И в этом смысле я хочу, вы знаете, все-таки напомнить, и на этом закончить свое краткое слово, Константина Бальвинта, который, как вы помните, встретился с Прокофьевым, и был поражен его динамикой, его энергетикой, его энергией, которая воплотила в своем творчестве, и создал такие строки, у него разные есть, но в том числе вот это. «Прокофьев, музыка и молодость в расцвете, В тебе выстасковал оркестр о звонком лете, И в бубен солнца бьет непобедимый скиф». Вот мы сегодня как раз в нашей встрече, в нашем собрании поговорим об этом непобедимом скифе, который оказался действительно непобедимым, несмотря на все сложности человеческой судьбы.